Сегодня сотрудники столичной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали второго подозреваемого в нападении на фитнес-клуб на западе Москвы. Как установили полицейские, 26 декабря этого года около 4 часов утра двое неизвестных в масках вошли в фитнес-клуб на улице Крылатские холмы, связали администратора пластиковыми стяжками и похитили из сейфа более 130 тысяч рублей, после чего скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Оперативные мероприятия проводились по двум адресам. Напомним, что ранее при задержании первого подозреваемого в совершении данного преступления злоумышленник оказал вооруженное сопротивление оперативникам уголовного розыска. Выстрелив из ружья, он ранил троих сотрудников полиции и двоих гражданских лиц. Четверо пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения. Одному сотруднику полиции помощь оказана на месте. В ходе комплекса неотложных мероприятий столичные полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии установили личность и местонахождение правонарушителя. Им оказался 45-летний москвич. Он захватил в заложнике женщину и забаррикадировался в ее квартире. В ходе переговоров со злоумышленником заложница была освобождена. Ее жизни и здоровью ничего не угрожают. Подозреваемый выстрелил в себя и от полученного ранения скончался на месте. Второй участник преступления был задержан полицейскими по месту своего временного проживания на Полоцкой улице. Им оказался 26-летний житель Тверской области. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ранее судилы? Нет. За что вы задержаны? На зрение к нападению на фитнес-центр. А с каким умыслом вы это делали? Справедливость. Справедливость? Да. Не могли бы подробнее рассказать? Я посчитал, что так будет справедливо. А они вас чем-то обидели? Представители фитнеса. Да. Я работал там. Напарника своего давно знаете? С кем совершали данные противоправные деяния? Занимается год. А, то есть вы год уже друг друга знаете? Он занимается, да. Соответственно, знаю около года. Может быть, даже меньше. Почему он согласился с вами совершить ровеж? Его что, тоже на кого-то обижут? Я не знаю. Причина его. Но вы же вместе это совершали? Ну, мотивов я не знаю. То есть вы вместе совершали? В данной действии вы не знаете мотив его? Нет. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Желаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.